Я приветствую вас, друзья мои. Сегодня 1 мая праздник. И мы приехали на дачу, чтобы этот праздник немного поотмечать. Я вас всех поздравляю. И сегодня буду показывать, как готовить плов в казане на костре, то есть на природе. Следите за руками. Вот к нам пришел ребенок. Что-то он хочет нам сказать. Ну-ка, ребенок, скажи нам что-нибудь. Мы сегодня будем готовить вкусный плов. А где мы его будем готовить? На костре. На костре? Да. Отлично. Сейчас мы все это будем снимать. Ну беги, ребенок. Значит так, дорогие друзья. Вот у нас такой вот довольно-таки большой казан. Не знаю на сколько литров, но литров на 8-10, как на первый взгляд. С крышкой он, естественно. И к нему, к этому казану, вот такая вот печка, которая будет топиться дровами. На которой можно готовить что угодно, в общем-то. Не только плов. Вот я нарубил дров, приготовил. Сейчас буду все постепенно делать. И вам буду показывать и рассказывать. Не переключайтесь. Значит так, товарищи. Для приготовления плова нам понадобятся 4 простейшие вещи. А именно мясо, лук, морковь и рис. Вот 4 вещи, которые можно купить в любом магазине. И немного терпения. После этого получается отличный вот такенский вот плов. Все ваши гости будут в восторге. Ну и вы сами будете в восторге. А всего-то 4 продукта. В общем-то плов, я считаю, готовить дело не особо хлопотное, не особо хитрое. И получается очень вкусно. Ну что же, а теперь уже, пожалуй, будем показывать и рассказывать все в деталях. Друзья, представляю вашему вниманию газету «Комсомольская правда» от 17 октября 90-го года. Среда номер 238. Я уверен, что многие из вас еще в это время даже не родились. А у меня на даче таких раритетных газет полным-полно. Сейчас будем с помощью нее разжигать костерок. Вот, значит, товарищи. Сейчас будем костерок зажигать с помощью спичек. Наложили вот такой вот небольшой костерочек. Ну-ка. Спичек какие-то противопожарные. Не горит. Противопожарные спички. Очень плохо горят. Вот так. Давай-давай, пошел-пошел. Горим-горим. Пошло дело. Вот так вот костерок разожгли. Сейчас он займется. Поставим казан. И будем уже жарить мясо. Первый этап плова. Это пожарить мясо. Хотя нет, врух. Первый этап – это растопить жир. Второй этап – пожарить на этом жире мясо. Так, дорогие мои друзья. Вот он, натуральный бараний жир, на котором мы, собственно, будем жарить плов. Хотя, на мой взгляд, его маловато, поэтому придется добавить еще подсолнечного масла где-то, стаканчик. Ну, нормально. Его нужно порезать не очень мелко, но и не очень крупно. Такими средними кубиками. Как-то вот так. Таким вот кубиком его нарезаем. Он хорошо растапливается. Нарезали его в казан. А казан уже ставим на огонь. Посмотрим сюда. Огонь у нас пылает. Ставим казан на огонь. Вот эту вот дверку, которую здесь у печки, я ее сейчас закрою, чтобы огонь немного притушить, чтобы воздуха меньше проходило. Огонь потухнет. Вот так вот. Не будет такой пылающей. И сало начнет постепенно плавиться. Будем все вам по порядку показывать. Вот, дорогие друзья, сало начинает растапливаться. его помешиваем, чтобы оно не пригорало. А пока оно растапливается, начинаем заниматься мясом. То есть у нас мясо где-то получается чуть меньше килограмма баранины. Конечно, лучше бы баранины было побольше. Но придется добавить немного свинины. Сейчас я буду вам все показывать. Вот, друзья, таких у нас два куска барана. Небольших. Это, конечно, мало. Поэтому добавим свинины. Есть у меня еще кусок свиньи. Барана мы режем. Сейчас покажу примерно какими кусочками. Примерно вот такими кусочками. Второй баран. Вот так вот. Получилось вот столько вот баранины. Но это, конечно, маловато. Поэтому добавим сюда еще свининки. Примерно столько. Вот у меня свинины. Кусок вот такой большой. Но я думаю, что половины его нам хватит. Вот еще кусок свиньи сюда порежем. Условия у нас походные. Поэтому режем как получится. Можно вообще топором рубить. Один раз я делал плов зимой. в лесу. Ножик мы забыли. Пришлось рубить и мясо, и морковь, и лук. Все пришлось рубить топором. Но ничего страшного. Все получилось нормально. Получилось все очень вкусно. Так. Смотрим, что у нас здесь. Сало постопилось. Ну-ка, где у нас сало? Вот оно. Сало растопилось. Добавляем сюда мясо. Добавили мясо. Добавили мясо. Поэтому придется подсолнечное масло еще долить. Жира, я думаю, нужно по-хорошему раза в три больше, чем у нас было. То есть вот этого бараньего жира раза в три больше. Тогда бы все получилось отлично. придется налить нам сюда еще где-то со стаканчик подсолнечного масла. и вот теперь теперь уже будем жарить мясо до полуготовности. где-то минут 10 будем жарить. Постоянно его перемешивать. Через 10 минут мы его солим, добавляем специи, жарим еще 10 минут. Тогда приступаем уже к следующим этапам приготовления плова. Следите за руками. Ну и что здесь у нас получается? Вот мясо до полуготовности пожарилось. Жарится оно примерно сейчас, как я говорил, где-то 10 минут. Мы его сейчас солим. посолили. Добавляем специи. У меня вот специальные есть такие специи для плова. Называется томатная паста. Кубанский продукт. Но на самом деле это специи для плова специальные. Их я абсолютно не жалею. Добавляю довольно много. Вот на такой казан где-то нужно парочку столовых ложек специй добавить. Вот так вот. Ну и теперь получается мы жарим где-то еще минут 10, постоянно перемешивая. А дальше уже будем добавлять другие ингредиенты. вот так вот. Вот там у нас в казане сало побрызгивает. В печке дрова пощелкивают. Все готовится. Приступаем к следующему этапу. Нам понадобится значит вот такое количество лука и такое количество моркови. Естественно, все у меня в примерных пропорциях. Вы можете брать сколько захотите, но примерно пропорции и соблюдайте. Вот должно быть примерно столько лука, столько моркови на такое количество мяса. Морковь и лук надо почистить, затем будем их резать. Все это вам я, естественно, как всегда буду показывать. Так, лук у нас на очереди. С луком ситуация следующая. Его нужно порезать крупно, неважно, кольцами, полукольцами, кубиками, хоть по половинкам его режьте. Главное, чтобы он был порезанный и порезан крупно. Сейчас я примерно покажу, как это делается. Мелкий лук можно вот буквально на четвертинки порезать. Вот так. Покрупнее можно таким вот образом порезать. Сильно здесь заморачиваться не стоит. вот так вот нарезали. Этого вполне достаточно. Кстати, морковь тоже нужно резать крупно. Но сейчас я в следующий раз покажу вам, как резать морковь. Так, дальше нам нужен рис для плова. Многие спрашивают, какой нужен рис. Вот я использую вот такой вот. Видите, он красноватый, бурый. Рис узбекский, так называемый. Он под разными марками продается. Лучше всего он продается на рынке узбеков непосредственно. Но стоит он там конских денег где-то примерно 250-300 рублей за килограмм. в общем-то того стоит. Я покупаю в магазине обычно вот такой вот. Ну или другой марки. Главное, чтобы было написано, что это рис узбекский, что это рис для плова. Это пойдет очень хорошо. В общем-то можно приготовить, конечно, из абсолютно любого риса. Выбирайте только, чтобы он был подороже. Дешевый рис, как правило, превращается в кашу и разваливается, что для плова не подходит. А вот такой вот рис, он и не длинный, и не круглый, какой-то средний и такого бурого оттенка. Лучше всего, если вы найдете именно такой. Вот мясо скворчит, оно давно уже готово. А мы, товарищи, приступаем к последнему этапу приготовления. Вот собственно лук. Он готов. Сейчас будем добавлять лук, морковь, собственно рис, и они будут финально уже вариться. Смотрим сюда. Берем лук, добавляем его, чтобы закрыть мясо. Берем морковку, добавляем ее поверх лука, вот так вот, чтобы закрыть лук. Морковь, кстати, смотрите, как нарезана. вот такими вот соломками. Вот так вот нужно резать лучше всего. Я вам обещал показать, как я режу, но, к сожалению, забыл, уже нарезал. Ну, посмотрите, как она выглядит готовая. Вот так вот. И дальше уже поверх моркови добавляем рис. Рис я, естественно, помыл. Вот он помытый, он, естественно, грязный, его нужно мыть. здесь килограмм риса. Вот как раз на такой казан добавляем килограмм риса. Добавляем килограмм риса. Добавляем килограмм риса. Брюки превращаются в элегантные шорты. вот так вот разровняли. Теперь берем воду. Воду нужно предварительно вскипятить, чтобы она была горячей. Вот она у меня в чайнике. Наливаем воду в казан. Воды нужно ровно столько, чтобы уровень воды был больше уровня риса где-то сантиметра на два. на два с половиной. Вот сейчас одного чайника у меня не хватило. Сейчас я еще пол чайника скипячу. Добавлю. И вот в таком состоянии уже оставляем на огне где-то минут на 30. И получается вкусный готовый плов. Закрыть кстати крышкой надо. Берем крышку, закрываем. Сейчас я дровишек подброшу и будет все готовиться. А ну-ка посмотрим что у нас здесь получается. Открываем крышку. Вот как кипит готовится. Вам конечно будет я думаю очень хотеться это все перемешать но перемешивать до полной готовности когда рис еще не готов ни в коем случае нельзя. рис должен приготовиться полностью вот в таком вот виде не перемешиваем закрываем так будем постепенно открывать смотреть выкипила вода нет когда вода выкипит полностью или почти полностью плов готов можно уже употреблять его в пищу пока воды здесь еще венча воды еще полно закрываем крышку вот таким вот образом чтобы был продух чтобы пар через этот продух испарялся рис в общем-то уже готов он варится примерно уже 20 минут но нужно чтобы вода вся выкипела вот так вот будем ждать еще наверное минут 10-15 на слабом огне чтобы он доходил вода вся испарилась но после этого уже будем пробовать что у нас получилось ну вот что у нас получается все я думаю заканчиваем жарить заканчиваем парить рис я пробовал он уже готов вот теперь кстати уже можно перемешать конечно такой ложкой не перемешаешь сейчас я возьму ложку посерьезней вот нашел я другую ложку к сожалению какой-нибудь большой палки мешалки у меня нет на даче придется мешать обычной ложкой вот так вот сынок пришел будем пробовать плов сейчас я тебе наложу и ты попробуешь самый первый попробуешь иди вот сюда вот чтобы камера тебя снимала стой вот так перемешали вот так перемешали сам пробуй бери ложку в правую руку вот так вот тарелку держи в лед в руке подой чтобы не горячо было попробуй чтобы сначала чтобы не горячо было попробуй нормально подой возьми в ложку и подой подой да теперь попробуй горячо не горячо хорошо вот так вот класс вкусно получилось ну я очень рад ну тогда пойдем понесли это все к гостям будем кормить гостей хорошо ну все товарищи на этом этот выпуск закончен вот получился целый казан плова у меня шесть гостей сейчас мы этот плов будем кушать а с вами мы прощаемся кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки кто не подписан на мой канал подписывайтесь ну и пишите комментарии что вы по этому поводу думаете всем пока сынок скажи всем пока пока всем пока всем пока пока